Метеориты важная тема для катархеи, поскольку они большой тогда вклад во всё, в общем, что происходит на Земле, вкладывали. Метеорит определяется как тело космического происхождения, достигшее поверхности Земли или другого крупного небесного тела. Ну, это Википедия, а вообще много определений до сих пор спорят. Ну, как правило, вот если больше 30 метров в диаметре, то считают астероидом, если меньше, то считают метеороидом, это если в космосе летит. Дело в том, что он пока падает, у него значительно меняются и размеры, и масса, поэтому трудно по размерам и массе определить. Масса может быть большая, самый большой метеорит Гоба 60 тонн. В принципе, считается, что в сутки падает примерно 5-6 тонн метеоритов на Землю, но обычно они очень маленькие и малозаметные. И многие просто в атмосфере исчезают. Когда он летит в атмосферу, то он уже называется метеор, или метеоритный дождь, когда их много, или болит. Болит, это если он мягкий, яркий совсем такой. Если он уже упал, то называется метеорит. Как и на Луне могут они образовывать кратеры, имеются кратеры на Земле, но мало, потому что, видимо, они разрушались эрозией активной и тектоникой плит. Короче, Земля разрушает. Но вот некоторые кратеры, все-таки наиболее такие крупные, и которые еще не успели от эрозии разрушиться, они остаются. Известная история про то, что в XVIII веке Парижская Академия Наук заявила, что камни с неба не падают, и изобретила метеориты. Считается курьезом, но они исходили уже тогда из научного метода. Те образцы, которые им представили, они показали, что в принципе они могли возникнуть на Земле, поэтому у них не было оснований считать, что они с неба упали. Но на самом деле, то есть, как бы, вот они научно поступили, то есть, пока нет точных доказательств, что с неба, считаем, что с земли, там, бритого Акама. Ну, к началу XIX века уже доказали, что действительно падают с неба. Провели химический анализ 1821 год. И дальше уже были известны падения крупных метеоритов, зафиксированы. В СССР был прям целый комитет по метеоритам. Были также группы поиска метеоритов, таких, которым, типа, добровольцы, академики занимались и так далее. Ну, общий процесс хорошо описан. Входит в атмосферу Земли на скорости от 11 км в секунду до 72 км в секунду. При скорости больше 72 км в секунду он вылетит за пределы Солнечной системы. Нижний предел это, как раз, скорость убегания от Земли, то есть космическая скорость 11 км в секунду. Если он влетает на очень большой скорости, то он горит прямо в атмосфере. И большинство именно так и делают. Если у него при этом масса сравнительно небольшая, практически точно он сгорит в атмосфере. И огромная масса метеоритов просто сгорает в атмосфере. Особенно, если они с хорошей скоростью врезались. Если скорость сравнительно низкая и масса большая, то может долететь до Земли. Но в целом наша атмосфера защищает нас от метеоритов, в отличие от Луны, которая покрыта кратерами, потому что атмосферы нет, защищать нечему. Может он даже не сгореть, а разрушиться на отдельные фрагменты, в результате чего виден метеоритный дождь. Либо при определенных условиях он может взорваться. И вот предполагают, что Тунгусский метеорит это именно взрыв метеорита. Он может взорваться просто в атмосфере, а на поверхность даже ничего не упадет. То есть вещество все полностью взорвется и загорит в атмосфере. В основном какие-то следы могут остаться. Ну вот, то есть проблема основная с метеоритом больше даже в скорости, чем мы в массе. Потому что при большой скорости выделяется очень много энергии. Поэтому может большой взрыв возникнуть, если он в океан, то будет взрыв воды. И парниковый эффект на всю атмосферу сразу повлияет. Если он в сухое место врезается, то там будет взрыв, соответственно, горных пород. Аналогичный мощному ядерному взрыву. И образуется кратер. Ну вот кратеры имеются в настоящее время. Если у него скорость низкая, то может достаточно крупный метеорит в много тонн. 60 тонн самое большое известие. Может удариться от Земли и ничего особенного так и не будет. То есть зависит от того, с какой его запустили скоростью, с какой он упал в атмосферу. Как правило, они даже если долетают, то они оплавленные. То есть у них выделяют кору плавления. Он по периметру оплавленный. То есть более темный такой. А внутри он обычно более светлый. Как правило, они все магнитные свойства имеют. Не обязательно железные, потому что даже в каменных есть немножко железа. Принципиальная классификация каменные и железные. Причем каменные делятся на хондриты и ахондриты. И есть также промежуточные железно-каменные. Каменные метеориты в основном наблюдаются, состоят из силикатов. То есть различных соединений оксида кремния. Оливины, точнее, пероксены и так далее. Хондриты по своему составу практически такие. Такой же химический состав у них, как у Солнца. Поэтому предполагаю, что хондриты это самые древние метеориты. И те в них минералы, которые в этих хондритах, это самые древние. И хондриты сформировались из того же материала, что Солнце в протопланетном облаке. Поскольку они еще падают, и в принципе большинство метеоритов именно хондриты, получается, что протопланетное облако, из которого все планеты возникли, оно еще так и не рассосалось. То есть его мелкие частицы в виде этих хондритов продолжают в больших количествах падать на Землю. То есть оно остается, просто все крупные частицы соединились по законам гравитации, а мелкие продолжают постепенно поглощаться планетами. Хондриты, это потому что в них есть хондры, то есть такие круглые образования силикатов именно этих самых. Маленькие и различают различные виды структур этих хондритов. Ахондриты всего лишь 7% всех каменных метеоритов. Считается, что ахондриты это более позднее, это когда уже формировались планеты Земали, и формировались планеты, тогда возникли ахондриты, потому что ахондриты уже имеют определенную, явно они переплавились в чем-то. Когда вот эти ударялись протопланеты друг от друга, там шли процессы плавления, они оплавились, и они дифференцировались. То есть там шло также расслоение на более тяжелые, на менее тяжелые и так далее. Железные метеориты тоже существуют. Они классифицируются по тому, какой там сплав. Обычно сплав железа и никеля, но могут быть и другие компоненты. Происхождение железных трудно себе представить. Предполагали длительно, что это результат взрыва планет. Сейчас в поясе астероидов обнаружили много железных астероидов, и теперь считают, что железные метеориты – это осколки железных астероидов из пояса астероидов. Ну вот ахондриты и хондриты считаются архаическими, и по подсчетам минерологов, сейчас как раз лекция английской слушаю по минерологии, так вот там сообщалось, что по анализу 250 минералов сформировалось уже при образовании Солнечной системы. То есть, допустим, каких-то видов оливинов, пероксенов и так далее, каких-то там же оксид железа и все такое прочее. То есть, когда возникла Земля, было только 250 минералов. Сейчас на Земле 4500 минералов. То есть, вот жизнь, кислород и так далее создали огромное разнообразие минералов на Земле, которых в космосе не было. В космосе было только 250, и сейчас 4500. Это именно естественное происхождение минерала. То есть, все вот эти вещества, которые человек насинтезировал, они, естественно, не берутся в расчет тут. И биологические тоже. Это именно вот камни. В последнее время много дискуссий и открытий по поводу жизни в метеоритах. Во-первых, обнаружили метеориты с содержанием углерода, и в них обнаружилось множество сложных органических веществ, которые на Земле, как правило, образуют жизнь. Почему они есть в метеоритах, которые падают из космоса? Тут только два варианта. Либо в космосе есть жизнь, которая формирует эти все вещества. Там, допустим, бензолкарбоновые кислоты различные, там пурины, то есть это именно части, в принципе, наших генов, могут быть потенциально гуанил там и все такое. Либо жизнь, либо в космосе какие-то условия, в которых вот эти все сложные органические вещества формируются. Если даже жизни в космосе нет, но там все равно формируются вот эти вещества, то тогда метеориты именно и сыграли основную роль в том, что жизнь на Земле очень быстро возникла, потому что готовые органические вещества поступали с метеоритами. Раньше основная проблема была в поисках механизмов происхождения жизни, что не знали, как же так много органики-то сформировалось в таких кошмарных условиях, которые были в архейском периоде. Но вот сейчас выяснили, что органика может падать с метеоритами, особенно если их много, а метеоритов тогда было гораздо больше, потому что их количество в принципе уменьшается, они поглощаются планетами. Также в каменных метеоритах обнаружили различные организованные всякие системы, которые обычно порождают жизнь, то есть симметричные и так далее. И спорят, это вот следствие действия какой-то жизни, которая есть в космосе, микроскопической, или это вот может там случайно получилось, или еще как. Но их много как бы нашли, явно больше, чем могло случайно возникнуть. Поэтому тоже такая спорная тема, относящаяся к метеоритам, почему в некоторых есть узоры, явно напоминающие вот ту симметрию, которая характерна для живых организмов. Еще они делятся на лунные и марсианские, то есть в некоторые есть планетарные метеориты, помимо вот этих, о которых я рассказывал, которые либо из пояса астероидов, либо вообще являются остатками протопланетного облака, обнаружены метеориты, у которых химический состав такой же, как на Луне. И в настоящее время, после исследования Луны, они называются лунными, и доказано, что они падали с Луны. Также обнаружено небольшое количество марсианских, которые, видимо, упали с Марса. Но, по всей видимости, происхождение такое, что, допустим, по Луне ударяет какой-то астероид, или там метеорит выбивает с Луны какую-то пыль, она летит к Земле, там она сгорает в атмосфере, и что-то там остается и падает. Но марсианские метеориты, видимо, такое же происхождение, то есть по Марсу что-то ударило, выбило оттуда камни, и они упали. Марсианских очень мало. Лунных гораздо больше, их мало, но есть в существенном количестве лунные метеориты. Самый большой метеорит Гоба, потом есть Ганседу, 30 тонн Альенде, вот этот как раз углистый метеорит, который с углеводородами. Известные всякие истории, естественно, Тунгусский метеорит. Предполагаю, что метеорит взорвался с мощностью ядерной бомбы. Доказанные метеориты крупные, допустим, Сихоте-Алиньский метеорит, Витимский болит, совсем недавно был Челябинский метеорит, довольно массивный, самый большой осколок, 654 килограмма, упал в 2013 году на Челябинском, повыбивал там стекла, 7200 из зданий, два человека тяжело ранены, и тысячи ранены легко, осколками разбитых стекол, выбивало стекла в домах, ударной волной. Вот, ну вот это как раз недавнее такое событие. Вообще их сравнительно редко они падают. Есть несколько крупных кратеров, в частности в Южной Африке диаметром 300 километров кратер есть, Аризонский кратер США сравнительно маленький по сравнению с этим, километр, он 200 метров. В России есть кратер Попегай 100 километров. То есть это в древности когда-то ударил метеорит и поднял там как прям, прям как на Луне. Создал вот такую вот структуру. Интересно, что были случаи попадания в людей. В частности в 2016 году сравнительно недавно шел мужик по улице, водитель автобуса по имени Камарадж. И странная карма у него случилась. Камень с неба, который вообще редко когда падает, упал ему прямо на голову и убил его. То есть это вообще смерть очень странная, потому что они реально редко падают и тем более крупные, и долетают, они почти не долетают обычно до поверхности. И что прям мужика убило посередине улицы, это вот прямо какая-то просто кара богов ярко выраженная в Индии. Ну в общем и другие случаи падения их на людей тоже известны, печальные. В катархии, то есть период, который сейчас в основном я рассматриваю роль огромной метеоритов, потому что их тогда было много, планеты только что сформировались, и огромное количество вещества еще летало, никуда не примкнуло, и оно падало в том числе на Землю. Ну и другие процессы тоже были в Солнечной системе, о которых я расскажу, я отдельный клип сделаю про падение метеоритов. В общем, именно в катархии их было очень много, и они влияли тоже на многое.